Вчера я выпустил видео о Queer, проекте из версии 2.0, когда несколько очень скилловых игроков объединились и стали проходить сложные демоны с одного аккаунта, очень удивив всё комьюнити. Но такое было не только среди демонслейеров. Совсем недавно, в 2020 году, несколько креаторов объединились также в один аккаунт и стали каждый день выпускать по несколько уровней, за месяц собрав 30 креатор-поинтов, но остаться нераскрытыми им не удалось. Это история проекта Джеральд Браун. А перед началом хотел бы посоветовать вам про Мака, очень скиллового русскоязычного мобильного игрока. На 60-ти герцовом телефоне он уже сделал прогрессы на The Hellzone 2686, на The Flawless 40100, а также на Bloodbuff 42100, так что переходите на его канал, ссылка будет в описании. Аккаунт Джеральд Браун был создан 24 июня 2020 года. В тот же день был выпущен первый уровень под названием 314, в стиле уровня Super Probable Level. Уровень был очень коротким. Сразу в этот же день вышла и новая работа, 159. Как и первую, так и вторую работу не оценили. Был создан YouTube-канал и Twitter, автор аккаунта. Он называл себя Джеральдом Аромом из Бразилии и говорил, что ему 14 лет. Каждый день на аккаунте появлялось то по одному, то сразу по два уровня. И уже почти каждый стали оценивать. Все их названия состояли из цифр, и уже чуть позже стало понятно, что уровни принадлежат целой серии с названиями цифр из числа Пи. Стили каждого уровня были разными, от эффект до модерна. За месяц креатор собрал 30 очков строительства. Каким образом 14-летний игрок строит такие качественные уровни каждый день? На этом этапе у комьюнити стали появляться первые сомнения, что аккаунтом владеет один человек. Ведь множество уровней были максимально похожи по стилю на других креаторов. Но никаких прямых доказательств не было. В конце июля 2020 года в одном из дискорд-серверов Виприн заявил о том, что знает, что Джеральд Браун не один креатор, а целая команда. Их список перечислить он не мог, но был недоволен тем, что команда устроила. И спустя пару часов в твиттер-аккаунте Джеральд Браун действительно появился пост, в котором перечислялись все участники проекта. Это были и обычные, не самые известные креаторы, и даже модератор Алкали. Но давайте вернемся в момент организации проекта и посмотрим в подробностях на то, что происходило. Как я уже и сказал, аккаунт Джеральд Браун был создан 24 июня 2020 года. Организатором всего проекта был игрок Вавлекс, который пригласил еще семерых креаторов. Ксюнс, Гребе, Гэдообско, Поки и других. Позже к ним присоединился и модератор Алкали. Каждый день они стали выпускать по несколько уровней, организовав серию названий по цифрам числа Пи. Первый уровень 314 принадлежал Hyper 314. Какое совпадение? Всего он построил две работы для проекта. Уровень был слишком коротким и оценку не получил. Собственно, как и следующий уровень 159, построенный креатором Поки, хотя и был полностью законченным. Поки за все время построил три уровня. Популярность аккаунта росла с большой скоростью. За месяц было оценено 15 из выпущенных уровней, а атака без рейда осталось 8 работ. Но и то, после разоблачения, один из своих уровней к себе на аккаунт выложил креатор Анпи и получил фичер. Продвинулся Джеральд Браун и за счет быстрого попадания в Дейли. Там оказался уровень 937 от Алкали. В итоге креаторы получили 13 фичеров и даже один эпик. А самым популярным уровнем стал тот самый 937, добравший уже более 200 тысяч скачиваний. Но не все смогли поучаствовать в постройке. Например, Гребе весь месяц находился в команде, но так и не выпустил ни одного уровня. Также претендентами на участие могли быть еще 7 человек. К примеру, Дьориан Хэт, который даже начал строить уровень для Джеральда Браун, но закончил его поздно и выложил уже на свой аккаунт. А также участие в проекте принять мог Влес, на дискорд-сервере которого, кстати, идея этого аккаунта и была придумана. Для большей правдоподобности игроки даже придумали личность автора аккаунта. Он представлял собой 14-летнего бразильца Джеральду Маром, который любит есть фейджоада, популярное в Бразилии блюдо, и слушает Тейлор Свифт, ненавидит Генрик уровней, а также Спагетти. Но все когда-нибудь заканчивается. Ждать долго не пришлось, и у комьюнити появились первые сомнения в Джеральде. Больше всего схожей стилей была видна с креаторами Покко и Хайпер 314, которые пусть и построили всего несколько уровней, а смогли выделиться. Но это были только подозрения, без каких-либо подтверждений. Все изменилось, когда на одном из дискорд-серверов Вибринт заявил о том, что Джеральд Браун не один человек, а целая команда, занимающаяся креаторством. Он был недоволен этим проектом, хотя, казалось бы, в нем нет совсем ничего плохого. Просто еще один интересный эксперимент. Вибринт знал состав всех участников команды. Кто-то, не очень умеющий хранить секреты, рассказал ему об этом. Но игрок не раскрывал их список. И в тот же день, несколькими часами позже, в твиттер-аккаунте Джеральд Браун появилось признание от игроков с полным списком участников проекта. Последней их работой стал уровень Escape, единственный не из серии с числом Пи. На этом уровне история Джеральд Браун подошла к концу. Квер и Джеральд Браун оказались крупнейшими социальными экспериментами в Geometry Dash. Возможно, эти проекты и могли бы жить гораздо дольше, но появлялись люди, которые рассказывали секреты. Поэтому и первая, и вторая истории оказались раскрытыми. Безусловно, игра полна сотнями таких вещей. И о них я продолжу вам рассказывать. Большое спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok